Сменили столицу на деревенскую жизнь. Студенты школы-студии МХАТ приехали в наш регион в экспедицию. Десять дней студенты общались с сибиряками, знакомились с творчеством писателя Виктора Астафьева. Все, чтобы поставить спектакль о нашем земляке. Илья Керпс расскажет подробнее. Какая-то ироничная история. Вообще дурачки. Смотрите, вы что? Играть свободно, вести себя так, чтобы запомнили. Такое наставление режиссер дает перед началом концерта. Такой подарок решила сделать школа-студия МХАТ энергетиком во время литературной экспедиции в Сибирь. Выход на сцену в Девногорске для ребят, кстати, стал дебютным. Десять дней назад второкурсники лучшего театрального вуза страны приехали в наш регион. Они познакомились с сибирским бытом, деревенским образом жизни, а также творчеством писателя Виктора Астафьева, чтобы сегодня представить наброски своего будущего спектакля. Это как бы абсолютно другой мир. Когда ты живешь в Москве, там другая скорость, другие люди. Они по-другому общаются, по-другому смотрят. А тут абсолютно другая атмосфера, другой возраст, другая природа. Я никогда не чувствовал минус 40 на себе, поэтому как-то все по-другому ощущаешь. Наверное, мы что-то поняли про себя, про Виктора Петровича, про что он, и сформулировали какие-то свои мысли на этот счет, потому что, ну, как мы надеемся, будет какая-то работа. Ребята побывали на родине писателя, в Овсянке, познакомились с его внучкой, читали его рассказы по вечерам. А по впечатлениям этой экспедиции юные актеры поставят спектакль. Покажут его в следующем году в честь 95-летия Виктора Астафьева. Они и будут авторами этого спектакля, потому что литературное наследие, оставь его громадное, что они выберут, куда их заведет их фантазия и впечатление от этой поездки неизвестно. Такой музыкальный перформанс для жителей Девногорска устроили благодаря энергетикам. Красноярская ГЭС, входящая в Евросип Энерго, вместе с фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» и «Н-Плюс Групп» уже четвертый год подряд привозят молодых актеров в сибирские города. В прошлом году спектакли мхатовцев можно было также увидеть во время Русал-фестиваля. Интересы и звезды сошлись каждого из фигурантов, скажем так, этого дела. У нас тут тройственный союз в этой программе. Это благотворительный фонд, который, понятно, поддерживает проекты в области культуры, давно традиционно поддерживает школу-студию МХАТ и молодое искусство. Это одна история. Уже через год «Молодой МХАТ Сибири» покажет красноярцам театральную постановку о Викторе Астафьеве, причем показать спектакль, намеренный не только сибирякам, но и жителям Европы. Илья Кирпс, Михаил Зинкевич, Новости ТВК.